Христос воскресе! Боистос воскресе! 71-е зачало Евангелия Марка, это одно из, ну единственное, вернее, два у Марка воскресных зачала. Кратко там говорится, что Христос явился Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов, потом явился, она сказала, что видела Господа, ей не поверили, потом явился иным образом двум другим, идущим на село, о чем у Луки читаем, они этим не поверили, потом явился единому на десяти и ругал их, по-славянски поносил их за неверствие и жестосердие. Неверствие и жестосердие. Такие две характеристики, да, что видевшим его восставши, они имели веры. И потом посылает их в мир весь, значит, на проповеди, решедший в мир весь, проповедует Евангелие всей твари. То есть всему творению. Это важные слова, потому что Евангелие благотворно может назваться на всем мире, в том числе и за пределами человека. Мы же читаем с вами в житиях о том, как медведи приходят к Сергею, отдельно к Сергею приходила медмишка, другая к Херафиму. Как есть проповедники, которых слушали птицы и рыбы высовывали свои мордочки, значит, из озер и рек, собирались послушать Слово Божие. И есть такой власий севастийский, который имел такую любовь, значит, ко всей твари, ко всему действительно живому, что он там молился и там за собак хромых там, и за поросят, которых волк унес. И оно как-то там действовало тоже все. То есть Евангелие, оно шире, чем только человек. Но в принципе цель Евангелия человека. Просто когда человек спасается, то вокруг него все преображается. И Господь именно посылает своих учеников, которых упрекает в неверстве и жестосердии, это такая очень важная вещь такая, я думаю, что сохраняющийся упрек, посылает их в мир, проведет Евангелие всей твари. Вы, наверное, видели, как красиво цветут клумбы в монастырях, если бывали в монастырях, какие красивые сады в тех же монастырях, как бывает, залюбоваться можно вообще любым пейзажем, зимним, осенним, весенним или летним, там, где есть молитва. Вот если есть, например, храм, и в этом храме идет молитва, то возле этого храма очень бывает именно вот тонко чувствуется природа. А тем более в обителях монашеских, где постоянно совершается богослужение, там какая-то любая белочка, любой воробей, они как бы тоже участники всего этого таинства. И животный мир, он хочет, чтобы человек был святым, он просто не может этого высказать. То есть животный мир, весь этот растительный животный, вся флора и фауна, она имеет некое такое общее невысказанное желание, чтобы люди были святыми, потому что этот мир весь зависит от нас. И мы над ним как бы издеваемся, и он нас вынужден не любить, а он хочет нас любить и нам служить. Хочет служить нам и вода, и земля, и огонь, и все стихии, и любая, повторяю, любая птица, любой червячок, любой жучок, значит, как вот у Айболита, они все хотят служить человеку. Поэтому есть такая важная отметка такая, что идите, проповедуйте Евангелие всей твари, всему творению. И тоже там дальше, если кто имеет веру и примет крещение, будет спасен, а кто не примет веры, будет осужден. Это очень категорично. Но Христос имеет право на все. Он суверенный монарх вселенной. У него есть право делать так, как он считает нужным, и он не ошибается. Значит, здесь имеется в виду, по крайней мере, мое сердце чувствует так, я вам скажу, что я думаю об этом, что проповедь апостолов должна была обладать такой степенью очевидности, такой степенью достоверности, плюс должна была подтвердиться множеством чудес и знамени, плюс это были люди иноплеменные, разноязыки, пришедшие в самые разные места, как бы из неизвестной иудеи, и там не было никакого внешнего подкрепления. Для миссии. Такого, как это, например, было в последующие века христианства, когда с одним миссионером мог плыть целый корабль вооруженных солдат. Можно было высадиться на остров, как бы сказать всем так, тихо, он сейчас вам скажет то, что нужно, мы сейчас сделаем, и будете христианами. И так, некоторые так и сделали христианами. То есть в истории христианство было все, что хочешь. Но вот эти вот любимые и избранные, впрочем, до некоторого степени тоже неверные и жестосердые, они не имели никакого внешнего подкрепления для своей миссии. Ни меча при поясе, ни денег в кармане. Ну ничего, короче. Эти босые люди разошлись по миру и подтверждали свои слова делами. То есть бесов изгоняли, говорили на языках, которых не учили. Возлагали руки на больных и поднимали их с постели. Мертвых воскрешали. Если их там травили, они не умирали. А если что смертное выпьют, не повредит им. И это, при этом всем они говорили очень просто. Если впоследствии церковная проповедь обогатилась и усложнилась Аристотелем, Платоном, стоиками, греками, римлянами, потом появились многие богословы, и мы сейчас уже отравлены красноречием, то апостолы должны были говорить очень просто, максимально просто. Я видел, я знаю, Христос Царь, Христос Господь. Он воскрес из мертвых. Он по-настоящему умер. Я знаю, Он живой. И Он будет нас судить. Вот в таких простых символах и словах, в общем-то, переносилась Евангелие в самую дорогую эпоху христианской эры, апостольскую эпоху. И каждое коротенькое слово, вот такое, оно было символом веры. Что еще когда не было никейского символа, вот этого длинного, красивого веру, его единого Бога Отца Вседержителя и так далее, то как человек мог свою веру высказать? Он говорит, Христос Царь, все. Этого хватало, чтобы пойти на плаху или стать мучеником в иной способ. Потому что все знали, что царь, например, сейчас у нас Троян или Деций. То есть говорит, Христос Царь. И это царство римское было настолько мощным, что сказать, что кто-то царь, кроме Трояна, это было, надо иметь было Духа Святого. Поэтому такие простые формулировки, Христос воскрес, Христос Царь, других царей нет, Христос Господь. В этом всем и была вера. Она потом уже стала как бы рафинироваться, обогащаться этими тонкими смыслами изъяснения первоначальной тайны. То есть первоначальная тайна должна была объясниться сложно, а вначале все было очень просто. И поэтому вот эта очевидность простого свидетельства, от которого бесы разбегались, а животные замирали и облака переставали бежать по небу, когда вселенная вся служила апостолам, а они служили Христу, это было настолько очевидно, что сопротивляться этому можно было только будучи добровольно погибшим. Люди из любых сословий должны были, слыша это, видя это, принимать в глубоко в сердце кающееся, сокрушенное своим, страхом смерти, несовершенством своим, жаждой идеалов. Мы должны были принимать это. Поэтому если кто-нибудь не принимал этого, это означало, что он открытый враг истины или совершенно помраченный человек, с которым как бы не о чем уговорить. Поэтому там такие жесткие слова, что кто веру имет и крестится, спасен будет, кто не имет веры, осужден будет. Мы, конечно, в Евангелии имеем еще такое, некоторое утешение о том, что вера дар Божий, что нельзя просто прийти к Богу, вот так вот взял и пришел. Христос говорит в Евангелии Иоанна, что если, значит, никто не может прийти ко мне, если отец мой не привлечет его. Значит, и мы этим утешаемся, когда мы видим неверующего человека и пытаемся с ним как-то работать, он остается неверующим. То мы говорим, ну, не позвал его отец. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела – проповедь наша не апостольская. Поэтому мы не можем пробиться в самые глубины сердца человеческого, в самую тьму души, где тайна совершается, где тайна человеческого копошится. Мы не достигаем туда. И поэтому наши слова имеют КПД невеликое. Поэтому вот сегодня вот две вещи такие, если для себя отметим, такие, потому что там на каждом слове можно останавливаться, садиться и долго разговаривать. Значит, проповедуйте Евангелие всей твари. То есть все творение было бы счастливо, если бы люди любили Бога. А все наши экологические проблемы, они сами по себе неразрешимы. Они решаются только, если люди будут другие. При таком жадном человеке, при таком эгоистичном и энергично эгоистичном человеке будет плохо всем, и человеку, и природе. Это неизбежно и бесполезно здесь, как бы, значит, оставить отдельную тему. Человека нужно менять. И без этого еще не получится. И вот кто уверует, тот крестится, кто нет, тот будет осужден. Уверует, крестится, будет спасен. А не уверует, будет осужден. Да, такое сегодня нам благовестие от Святого Марка. И кожа молитвами, воскресший из мертвых, Христос, да помилует и нас, неверных и жестосердных. Аминь. Слушаем канон, помазываемся, кому нужно, исповедуемся. Все как обычно. Слушаем. Продолжение следует. Слушаем.